Дамы и господа, первый четвертьфинал турнира Абсолютное безумие! Дамы и господа, первый четвертьфинал турнира Абсолютное безумие! Я много раз про него говорил, что он сделан из талии пластилина, насколько он быстрый, насколько же он не сгибаемый, извините за тавтологию, его нельзя сломать, его нельзя переломать, он все равно возвращается и возвращается, он все равно настроен делать то, что он хочет делать. То же самое можно сказать и про его соперника, Абсолютный король хардкора Иван Марков, локомотив! Дорогие друзья, вы все прекрасно знаете, что это не первый бой между локомотивом и шокером, которые, кстати, в независимой федерации рестлинга выступают теперь в команде. Вообще они очень хороши в дружеских отношениях, но как много раз говорил сам локомотив и сам шокер, если они дерутся друг против друга, то дружбу они оставляют до полка, извещающего о начале матча и продолжают дружбу после полка, который ознаменовывает собой окончание матча. Во время матча они не друзья, они враги, они соперники, хотя, как вы можете прекрасно видеть, даже вот эта абсолютнейшая вражда в рамках матчей друг против друга, все равно, все равно они друг друга уважают и знаки уважения друг другу оказывают. Итак, первый четверть финал турнира «Абсолютное безумие НСВ». Два самых безумных рестлера России. Абсолютный король хардкора Иван Марков локомотив и шокер. Человек абсолютно сумасшедший, бой сразу же начался, промахивается и джокер, и локомотив. Ну и что самое главное в рестлинге? Самое главное в рестлинге это обнимашки. Все-таки бой боем, а взаимоуважение должно присутствовать всегда. Не получилось с ударной техникой, пока получается, старый добрый чейн-рестлинг. Правда, инициатива переходит от того участника команды. Извините, команды. Вот видите, они сколько уже выступают в команде. Я продолжаю называть их командой. Нет, здесь они друг против друга. Вот сейчас локомотив Джокера явно пожалел, но вы поймите, это все может быть в рамках стратегии локомотива, потому что локомотив с каждым матчем все безумнее и безумнее. Все сумасшедшие, более сумасшедшим становятся. Так, снова чейн-рестлинг тут же вырывается. Джокер пытается заломать локомотив руку. И вот здесь уже Джокер в ответ проявляет великодушие и решил не добивать локомотива. Посмотреть, на что он еще будет способен в этом матче. Ну, а вот это пощечина уж явно вместо обнимашек. Запуск. Может быть теперь Джокер заведется по полной программе. Дропки! Прямо в челюсть. Чокер, ну сорвалось. Ха-ха-ха-ха-ха. Ну, извини, сорвалось, говорит Джокер, издеваясь над локомотивом. Ну, извини, я не хотел. Так получилось, что я тебе чуть нос не переломал. Ну, извини, это рестлинг. Что, обнимашки? Обнимашки! Слушайте, по-моему, сумасшествие локомотива и Джокера передается друг другу. Они вот скачут так уровнем. Так, локомотив как-то не торопится отпускать объятия из объятий своих Джокера. И Белли-ду-Белли через голову прямо в угол ринга. Ох, как жестить начал локомотив. Ну, собственно говоря, вот оно пошло. Абсолютное безумие. Наверное, сейчас прям в кору головного мозга втер локомотив грим Джокеру. Попытка Халф Нельсон-Супликса. Джокер реверсирует, но локомотив встречает его обратным локтем. Борис сейчас на канате. Джокер, как берет ее на веревке! Левкий и мощнейший клоуз-лайн Джокер аж перекручивает в воздухе. Да, все-таки, конечно, локомотив, как ни крути, и выше ростом, чем Джокер, и тяжелее, да и мышечная масса у него, соответственно, побольше. Удержание не повышается у локомотива. Оба они, конечно, ребята сумасшедшие. Мы все помним, как локомотив электрической газонокосилкой гвоздал Супер-Руссу, а Джокер прыгал за метрового балкона. У локомотива плафон от лампы. Немного света в руках. Промо. Тут же Харикарану получает он от Джокера. Отличный переброс. Спрингборд, ну, практически армдрак. Сейчас провел Джокер. Боковые ножницы. Контратакует он локомотива. И гарпун! И ловит локомотив Джокера на этом гарпуне. И просто в голову в щепке сейчас разбивает плафон. От лампы темного света. Так, я не вижу, что делает локомотив. А, он режет! Он режет голову Джокера обломком флопона. И посмотрите, кровь! У Джокера уже пошла кровь. Ой, локер жестит вообще по полной программе. Но здесь вот эта жесть может сыграть с ним злую службу. Потому что чем больше Джокера бьешь, тем больше он заводится. Вот и Джокер сходит уже с ума окончательно. Закон! 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 Локтем в челюсть атакует Джокер локомотива. Но вместо этого получает парашют. Даже до одного не успел отсчитать судья. Вот только с третьего раза всего лишь до одного смог удержать локомотив Джокера. Но это ничего не значит. Держивать надо до трех. Ай, доснимай его полностью тогда. Че ты? Вот, продолжает свою излюбленную жесть локомотив. Чёпы по конечностям. В общем, этакое распятие сейчас он устроил Джокеру. А вот это сейчас локомотив готовит самую свою излюбленную жесть. Удар ногой по вывернутому локтю. Очень-очень опасный прием. Но и этого локомотива оказывается мало. Поворачивает он руку в обратную сторону и продолжает свою экзекуцию. Ногой бьет по руке Джокера сейчас локомотив. Локомотив всей своей 105-килограммовой массой приколачивает он руку к рингу. Медвежье объятие в углу. Джокер весь окровавленный. Напоминает, что это одна четвертая турнира. Абсолютное безумие. Дробки. Все. Локомотив улетает в зрительный зал. Джокер берет разбег. Суицидальная сальто. Сверху притерляется Джокер на локомотива. Вот так одна четвертая турнира. Абсолютное безумие. Джокер окровавленный, но по-прежнему на ногах. Что же дальше задумал этот сумасшедший парень? Джокер лезет на канат. И что же это будет? 450 сплэш. И посмотрите, локомотив держится за нос. Он в самый последний момент пытался увернуться из-под Джокера, летя подыщего на него. И Джокер коленями приземляется локомотиву четко в нос. Сейчас с большой долей вероятности можно говорить о том, что у локомотива сильно травмирован носа. Вы посмотрите, Джокер держится за руку. За левую руку. Чоп. Ну-ка, давай, сделай получше. Требует от Джокера локомотив. Но сил не осталось. Второй чоп так же. Локо, что слону дробина. Но вот только третий более-менее так с третьего пробрало. Ивана... Выбил достаточно. Посередине с охраной вопросом. Вот так чоп в ответ. Локомотив проводит Джокеру еще один. Но Джокер терпит эту боль. Так, что задумал локомотив? Перчатка. Перчатка с кнопками. Излюбленное оружие лока. Ну, раз чопы просто ладонью Джокера не берут, то вот перчатка с кнопками металлическими уж точно Джокера проберет аж до души. Если она у него есть. Какое ему надо тут готовиться? Ну, давай. Ну, давай, покажи, на что способен говорить. Джокер. О, ребята отрываются по полной программе. Оголяет Джокер торс. Ну, давай, бей. Адская боль. Адскую боль сейчас терпит Джокер. Не показывает, что ему больно. Но поверьте, эту боль очень тяжело терпеть. Обычный человек на это не способен. Промахивается с третьего раза. С четвертого попадает в очередной раз лохомотив перчаткой. Но Джокер вырывается. Напоминаю, что у Джокера, ну, поскольку вы смотрите этот матч в записи, уже сейчас совершенно точно можно сказать, что у Джокера очень серьезная травма руки. Мы к этому еще вернемся. Джокер продолжает бой со сломанной рукой. У него перелом. Левая рука не действует. Сейчас у Джокера. Лохомотив уже поставил стул на ринг. Пытался провести бомбу, но Джокер реверсирует. Не, не получилось. Явно активности левой руки не хватает ему. Напоминаю, что неудачно приземлился 450 сплэш. Джокер все-таки проводит. Белый шум, но не на стул, а просто Нарин. Неудачно Джокер провел 450 сплэш. Он приземлился неудачно на руку, в результате чего у него перелом. Лоха требует, чтобы Джокер поднялся и готов добить его стулом. Щетка! Сидение стула в щепке. Раз, два, три. Все, победа! Локомотив побеждает в одной четвертой турнира «Абсолютное безумие» и проходит дальше. Вот если вы хотите знать, какое выглядит «Абсолютное безумие», то вот именно так. Это жура! Это жура! Неудачное приземление Джокера при выполнении 450 сплэш привело к травме, серьезному перелому руки. Джокеру сегодня в больнице в течение трех часов делали операцию. По заявлению врачей, операция прошла тяжело, но успешно. Впереди у Джокера долгий период восстановления. Минимум два месяца в гипсе. Официальный диагноз такой. Отрывной перелом. Я зачитаю, дорогие друзья. Отрывной перелом со смещением лучевой кости и нарушение работы мышц трицепса. Вот результат неудачно выполненного 400 приземлений на 450 сплэш. По словам самого Джокера, ему все глаза, кровь залила настолько, что он очень тяжело ориентировался и постоянно на это отвлекался. И вот на приземлении после этого очень опасного, но очень красивого приема он получил этот перелом руки. Но вы представляете себе, дорогие друзья, с таким переломом он продолжил матч. Не исключено, что, может быть, если бы этой травмы не было, он бы и выиграл, потому что мы знаем, что один раз Джокер уже локомотивы побеждал на Рослиаде. Мы желаем Джокеру скорейшего выздоровления. Огромное спасибо тем врачам, которые в течение трех часов на операции собирали его, часть его руки в единое целое. Ну а локомотива мы, конечно же, поздравляем с выходом в одну, вторую турнира. Абсолютное безумие, дорогие друзья. Спасибо большое. И в очередной раз мы вам напоминаем, никогда, никогда не пытайтесь повторить все то, что рестлеры делают на ринге. Оставьте все опасность им. До свидания. Берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok